Бусидо Тацио Накана против Юко Миято у нас дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 赤コーナーより、宮戸裕子選手の入場です 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 Это его невысокий рост. Его даже называют лилипутом среди великанов. Ну, если вспомнить действительно более высоких спортсменов, так оно и есть. Девять боёв, всего-навсего две победы. Одна из них, кстати говоря, над Накану. Вот здесь даже не надо говорить, кто из них Миято, кто Накану. И так всё ясно. Элвис — это Накану, лилипут — это Миято. Давайте так и будем их увеличать, если кто-то забудет записать их фамилии. Вот удар хороший Миято продемонстрировал, а? Хороший, но так просто Накану-то не пробьёшь, согласитесь. Девушки отдыхают. Поскольку все соперники практически выше его ростом. Нужно применять разные виды борьбы для того, чтобы победить. В этом случае, я имею в виду во время этого боя против Накана, думаю, что Миято покажет себя ещё и не раз с неплохой стороны. Накана сейчас выжидает. Понимает, что у Миято преимущество именно из-за более лёгкого веса. Вот, пожалуйста, вам молниеносные удары. И вот этим Миято, я уверен, будет пользоваться не раз. Но уж если Миято попадётся в захват Накана, вот как сейчас, думается, не позавидуешь молодому и невысокому лилипуту. Ну, отлично! Вы видели удар ладонью по щекам. Пусть такой удар не засчитывается, я имею в виду, не награждается баллами, но из себя соперника выводит в полной мере. Так что, если Миято будет продолжать вот такие делать периодически, хотя бы вот, как только что, ударчики по щекам, то вполне допускаю, что у него будет очень мощное преимущество. И вот Накана, наконец-то, хоть что-то начал предпринимать. А то хлестал его, хлестал Миято по щекам и безнаказанно уходил после этого. Вот вам, пожалуйста, и уверен, что из-за своего веса Накана вот в таком виде борьбы на паркете, на ринге, лёжа будет иметь определённое преимущество, согласитесь. Не так-то просто будет Миято, даже обладающего хорошей техникой, выкручиваться из тисков Накана. Ну ладно, отпускаю уже, здоровяк, Элвис. Всё, отпустил. Молодец, Миято. То, о чём мы говорили, да? Пару раз по щекам и ногой довёл туда же. О-хо! Накана такое впечатление, что даже не было, что произошло. Пошёл на разборки. Захватил. И Накана, видите, боится, что начнёт поднимать Миято. А ноги-то были только что у Миято в руках. Уж простите меня за такой каламбур. Вот, отличный вот тот удар, про который мы говорили. Удар в ухо ногой. А на ринге ситуация немножечко изменилась. Присел Накана, ну а Миято, соответственно, прилёг и держит руки в замке. А замки такого рода чрезвычайно сложно разорвать. Потому что там работают и мышцы предплечья, и трицепс. А у разрывающего, в данном случае у Накана, работал бы только бицепс. Но вот немножко изменилась опять ситуация. Миято, очевидно, сейчас будет кусать. Ахиллова сухожилия Накана. Нет! Ой-ой-ой, какой болевой! И канат. Видели, да? Бедный малыш, а? Ну давай, рви вперёд, правильно, и по ушам. А вы посмотрите, Накана, вот в таких вот ситуациях, когда Миято стремительно идёт вперёд, значительно хуже выглядит своего молодого оппонента. И значительно хуже выглядит, нежели в борьбе в партере. Вот, произошёл неплохой бросок исполнения Миято. И очередной захват. Уберите рефери отсюда. Мешает смотреть. Вот, догадались включить другую камеру, правильно сделали. Зачем вот бить по голове? Я не понимаю, это я обращаюсь к судье этого поединка, своего земляка. Там, судя по всему, и так не всё в порядке с серым веществом. А вы ещё вышибайте последнее. Прям обидно за парня, а? Тот встал, очевидно обидевшись на мои слова, и бросил Миято на ринг. Вот вам и всё. Напомню ещё раз, что Накана в данном случае берёт реванш у Миято за своё последнее поражение. И своего рода принципиальнейший бой для Накана. Тем более, что в соотношении боёв 5 к 5 поражение к победам. Ой-ой-ой-ой-ой, ошибочку Миято допустил. Может быть, опасно. Может быть, опасно, потому что 30 лет всё-таки Юко Миято. А это, сами понимаете, для профессионального рестлера, ну, уже возраст такой, не мальчика, но мужа. И сил для восстановления нужно гораздо больше. Накану, мы уже видели, что вот в портере он очень неплох использует свой вес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, но, судя по всему, Миято дотронулся до канатов и выкрутился из этого, ну, неприятного для себя положения. Накана пошёл в контратаку. Ну, зачем же таким-то образом, товарищ, а? Накато-сан, смотрите, куда нога его вошла. Видели, да? Да. Не позавидуешь сейчас, Миято. Ой-ой-ой-ой-ой. Обычно в данном случае у нас в России советуют попрыгать на пяточках, когда идёт такой удар. Что-то он не прыгает. Судья его вместо этого подбадривает. Объясни ему, что делать так не надо вообще. А Миято объясни, пусть попрыгает. Всё, поговорил. Молодец. На тебе за это. Правильно, Миято, давай-ка и ты ему туда же ногой засади. Вы же должны быть, в конце концов, в равном положении. А ну, что же это такое? То он бьёт, а ты нет. Ох, Накана пошёл. Пошёл, пошёл в атаку. Пошёл в атаку Накана. Бросать, бросил. Ой-ой-ой-ой. Хорошо он прошёл бросок. А вот Миято ответил, как хорошо. Но не столь впечатляющего, как бросок Наканы. Молодец Юко. Юко Миято сейчас в действии. Практически как советская хоккейная дружина. Сейчас шёл на ворота соперника. И пора открывать счёт. Да. Видя рефери, смотрит в глаза, чтобы понять вообще, на месте ли они. А Накана всё по барабану. Встал. И сразу же пошёл. Вот такие моменты вообще выбивают соперника из колеи. Накана красавец. 12-12. Пока ничья. А вот не надо было сейчас повторять, поскольку Накана, по крайней мере, делал удар ногой. Да, мы пропустили, к сожалению, с самого начала вот этого действия. И попытка болевого. Попытка болевого. Ой-ой-ой, Миято. Только на канат. Только на канат. Ползи к канатам. Ползи. Всё. Всё, друзья мои. Юко Миято сдался. Получилось. Получилось взять реванш у Тацуо Наканы. Что делать? Что делать? Вот тот, очевидно, запрещённый приём. Удар ногой в пах. Он испутал все карты Юко Миято. Это спорт, пусть и профессиональный, и цена ошибки очень велика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова